здравствуйте друзья с вами рима канал рима кухня огород сегодня я хочу приготовить такое необычное блюдо и у нас сегодня главная героиня это тыква тыква у меня сорта жемчужина она такая плотная достаточно жесткая и сладкая и второй ингредиент у нас это говядина говядину я нарезала вот такими длинными кусочками такими вот длинными полосочками ну также понадобится кусочек сливочного масла и подсолнечное масло лук я сегодня использовать не буду чтобы не заглушать не вкус говядины не вкус тыквы луком потому что у лука свой специфический вкус и запах а здесь вы должна у нас играть вкус только говядины и только тыквы ну давайте друзья приступим на сковороду я налила подсолнечного масла положила кусочек сливочного масла и вот сковородка начинает уже раскаляться и теперь наша задача пожарить вот эти вот длинные кусочки мяса полосочки почти что до готовности сейчас я буду жарить пока на интенсивном огне чтобы говядина спасилась корочки соль пока не добавляем она должна говядинка должна запечататься жарим пока на интенсивном огне масло говядины запечаталось поджарили я на интенсивном огне с двух сторон теперь я убавлю газ и прикрою крышкой пусть она прожарится почти 100 до готовности в процессе жарки мяса я добавлю немножечко водички чтобы она не подгорела она уже достаточно прожарилась сейчас добавила водички чтобы чуть-чуть вот сейчас можно уже немножечко слегка подсолить мясо не надо много ну я вот много не люблю чтоб сильно солено не было и как обычно намали на кончике ложечки ложечки чуть-чуть сахара ручка сахар я добавляю сюда так скворчит красиво наше мясо прикрываем крышкой наша говядинка почти почти что прожарилась сперва она жарилась потом немножко тушилась видите вот соус каримонизировался сейчас мы говядину распределим я специально взяла сковородку побольше чтобы тыкву все таки я покрошила вот всю тыковку как говорится тыквы относительно много сейчас я вот так распределю говядину по сковородке и сейчас мы сверху это говядина будем раскладывать кусочки тыквы раскладываем тыковку тыкву я разложила на говядину и добавлю я 50 грамм воды для эффекта паровой бани сейчас я вот немножко слегка слегка вот прям и соли чуть-чуть ну вы солите так как хотите побольше а еще меньше как говорится я хочу чтоб сладкий кустык приобладал накрыла крышкой и пусть вот на пару тыква там доходит в зависимости от того как вы любите помягче или пожестче типа альдинта я вот люблю чуть-чуть чтобы было альдинта вот друзья не поверите тыква еще не дошла а я уже кручусь возле нее как кот возле сметаны не выдержала и вот как бы она еще чуть-чуть но жестковатая положила вот кусочек сливочного масла так обмакиваю это невероятная вкуснотища друзья не представляете как это вкусно вкусно и полезно тыква она очень полезная и в сыром виде и в тушеном очень вкусно по мере того как тыква начинает становиться мягкой ее можно вот как бы даже вот не нужно нужно вот подтапливать туда вниз она вот стала сейчас более эластичной добавил еще грамм 50 воды но все друзья мои тыква готова как я поняла что она готова она стала вот такой как бы полупрозрачной на камеру это не видно но вот видите она хорошо прокалывается уже она стала как бы полупрозрачной когда будете если готовить это будет заметно видите вот она уже мягкая все как бы она стала такой все таки прозрачной как бы сейчас посмотрим что у нас получилось так давайте посмотрим на сковородке прям наше миску получается вот такой бульончик еще здесь сейчас положим на тарелочку и вот оно блюдо готово я положила тыковку положила рядом мясо говядинку и вот видите вот сейчас я вот так тарелочку наклоню я залила тыкву вот этим вот бульончиком вот этим как сказать соком который выделилась от мяса и от тыквы буду туда макать хлеб буду макать туда говядинку буду макать туда тыковку в этот бульончик и вот смотрите друзья вот все мягкое я вот здесь специально положила здесь побольше потолще который был один кусочек потолще сейчас я вот покажу что он так тоже мягонько мягонько разрезается друзья я очень люблю вот это блюдо здесь я я еще раз напоминаю что я здесь не ложила ни лук никаких специй только соль чуть-чуть сахарочка сливочное и подсолнечное масло ну и говядинки некоторые кусочки были как бы жиринкой вот этот жирочек тоже подтопился и придал вот этой вот тыкве тоже удивительный вкусный привкус ну друзья готовьте кто любит тыкву прям советую приготовьте один раз хотя бы такое блюдо и вам это очень и очень понравится я еще вот ну иногда делаю вот так вместо говядины я ложу котлеты когда котлет я переворачиваю на другую сторону я тоже в котлетки потом добавляю немножечко водички и сверху кладу тыковку когда на второй стороне котлетка притушивается в это время начинает ликва тоже вот на пару готовится это тоже очень вкусно все друзья пока пока кому понравился мой ролик ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал друзья поддержите меня